Слава Богу, братья и сестры, за прекрасный воскресный день, за прекрасную погоду, правда, в нашем Орегоне это четыре сезона есть, есть штаты, в которых нету четыре сезона, хотя в этом году у нас не было много снега, но все-таки снег был, правда? И характерно для природы всегда, когда все сбрасывается осень, правда листья, приходит зима, и в природе такие явления, деревья раздеваются, а люди что, куда холодно? Одеваются. А весной, когда мы смотрим сегодня, то все расцветает, деревья одеваются в листья, все цветет, прекрасно, а когда солнце пригрело, а нам хочется раздеваться, правда? Вот такое несоответствие сегодня бывает в людей с природой, это такое выступление. И о чем мы будем говорить, братья и сестры, у нас сегодня к молитве время, не смотрите на эти чувства, они неправильно идут, я еще не проповедовал. Эти были правильно. Мы будем идти к молитве, будем молиться. Я так думаю, что в прошлой проповеди, когда я говорил, о чем мы говорили? Год перемен, как в нашей жизни, прошло где-то месяц, как в вашей жизни, в вашем доме, в вашем семействе, в ваших детях перемены. Стремимся к переменам, все меняется, мир меняется, обстоятельства меняются, бывает нету мира на земле, стараются как-то объединиться, договариваться, мир рушится, такое шаткое сегодня в мире положение. Но церковь идет путем перемен. Я знаю, что наши дети хотят меняться. Это правда. Они решили, что они хотят заключить завет с Богом. Это уже в их жизни желание появилось, перемен они захотели. Они не хотят, как в этом мире. Это хорошо. Братья и сестры, мы должны молиться, благословлять, чтобы Божье благословение было в жизни. И церковь, она должна меняться, я хочу сказать, в лучшую сторону. Я не говорю об отрицательной, в худшую сторону. Будем стремиться к этому. Потому что Христос придет и возьмет церковь зрелую. Когда плоды будут налитые, когда наша жизнь будет соответствовать Словом Божьим и без Слова Божьего, понятно, что Библия говорит, единственная вот эта книга, которая утверждает. И Павел говорит и провозглашает. И мы сегодня говорим и будем провозглашать, утверждать истину Божию, Царство Божие внутри нашей. Христос вчера, сегодня и вовеки то же самое. Слава и благодарение. Он не меняется. Правительство меняется. Политика меняется. Законы меняются. Вынесли законы, дети заповедей, суда им не нравится. Они начали меняться, но не в лучшую сторону. Они предъявили сегодня, чтобы оплачивали аборты, убиение детей. Это преступление перед Богом. Мир не хочет меняться. Он усугубляет свое положение. А церковь сегодня занимает позицию, которая должна провозглашать заповеди Божьи, говорить о величии, о могуществе, проповедовать, самим стремиться. И церковь, которая способна влиять на этот мир, изменять, хотя я не говорю, что мир изменится сегодня полностью, но придет, куда все изменится, куда Бог поставит свои веса правосудия. И это скоро. Оно будет, может, внезапно. Поэтому меняются люди. Дал бы Бог, чтобы мы менялись, как христианство. Наши молитвы были сильнее, горячее перед нашим Богом. Наше хождение было всегда. И оно утверждалось с каждым днем все больше. И Божьим, и мы были уверены в спасении Божьем. Мы должны быть уверены, что я спасен. Он спас меня, обновил меня, крестил Духом Святым. Только единственный Иисус Христос может изменить судьбы людей, может изменить тебя в жизни и повернуть в лучшую сторону. И ты сможешь только тогда плодоносить Ему слава и благодарение. Итак, читаю текст священного Писания, о чем мы поговорим перед молитвой. Матфея 25 глава с 1 стиха. Знакомая притча, где Христос сказал, «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взявшись светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшись светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Туда встали все девы, те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ «Истинно, говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Второй текст Священного Писания я хочу прочитать кратко. Вы это знаете. Марк, 10 глава, 46 стих. Приходит в Ерихон, и когда выходил он из Ерихона с учениками своими, и множеством народов, Артемей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, просил милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Еще прочитаю в Луке один текст, сокращая его, 23 глава. Это идет к тем моментам, когда мы будем праздновать и говорить о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. 23 глава, 18 стих. И нам говорит такие слова. Это, когда Христа привели перед Пилатом. 18 стих. «Но весь народ стал кричать, смерть ему, отпусти нам в Араву». 21 стих. Это второй раз, когда Пилат спросил, я пропускаю. «Но они кричали, распни, распни». И 23 стих, это третий раз. «Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят и превозмог крик их и первосвященников». Я думаю, что вы обратили внимание на событие, что происходило. И моя проповедь называется «Перед молитвою». Да, «Перед молитвою». Крик, который пробудет тебя. Я вам задам вопрос. Так, Берло, скажите, вам нравится, когда в жизни на вас кричат? Я думаю, не нравится. Это не беседа, поэтому я отвечаю. Бывает, что, когда на вас кричат, вам не нравится, правда? Вам хочется просто встать и уйти. А я задаю второй вопрос. А вы в жизни кричали на кого-то? Кричали. И я кричал. И родители, бывает, кричат. А я задам вопрос детям сегодня. Скажите, дети, а вы на родителей? Ну, не буду сегодня говорить. В прошлом, скажу, кричали когда-нибудь? И такое бывает. И мы посмотрим на рецепт. И поэтому, крики. Я прочитал три места в Священном Писании. Хотя, если вы ассоциируете свои мысли сегодня, в Библии я проведу еще, кричали. Прежде всего, десяти девок, немножко позже поговорим. Итак, люди кричали. Был момент, напоминаю, место Священного Писания, не читая, когда принесли ковчег с заветами против стан, когда было военное положение, когда Израиль потерпел поражение от велестемлян. Сказали, давайте возьмем ковчег, он должен будет сражаться. И когда они принесли ковчег, это было против воли Илья, это были священники, сыновья Илья, они были неправы, они отступали, они неправильно поступали. И ковчег, когда принесли, это такой крик, что земля, написано, стонала, это первая книга царств, стонала, и филистинка, что это случилось? Это такой крик, представьте. Они сказали, что ковчег, Бог пришел туда, но ковчег не помог. Так кричали люди. Были при разных ситуациях, когда крики были. Помните Гедеона, когда было сражение там, и он выбрал себе определенное количество людей, Бог сказал, это еще много, он отобрал, если я не ошибаюсь, 300 человек, они взяли светильники, и они должны были кричать, меч, Господа и Гедеона. И малой этой частицей, вот так пришло поражение, не оружием никаким, но ничего, вот так поражение пришло. Вы помните, Иисус Анавина, когда он брал и Ерехон, там должны были обходить, семь дней, один раз в день, седьмой день, когда они проходили, священники не шли к ковчег, были трубы, и когда народ воскликнул, без единого, оружейного выстрела, стены ерехонские, они просто пали. Они не выдержали. Это говорит нам священное писание. Можно много приводить вместе с священного писания, когда мы читаем, когда кричали. Крик сопровождается определенным чувством души, сострадания. Крик бывает, выражается с гневом, с недовольством, с обзываниями. Поэтому, если кто-то, на кого в жизни кричал, бывает, кричат люди от безвыходности, трудные обстоятельства жизни, это случается. Я думаю, что у нас есть духовный крик, правда? Куда внутри на все рвет, сказал, Господи, безвыходность. Куда я читал те священного писания, Вартимий был слепой. Он хотел видеть. Он кричал. Куда он услышал, Иисус им говорил, помилуй меня. Его заставляли, да не мешай, да успокойся, но он еще громко кричал, там была нужда, он нуждался, он хотел видеть. Он хотел видеть этот мир, Он хотел видеть, Он знал, что только Он, тот, который проходит, шум слышно. И Христос обратил внимание. Бог слышит, братья мои и сестры, тихие молитвы, громкие. Он слышит крик сегодня людей, Он слышит и знает крик Твоей души. Он часто вырывается с болью, со стонами, с воплями. Это правда. Это тревога, переживания. Я не читаю еще один текст, священника Писания, Храниянка. Вы можете прочитать Матвея 15 глава. Это язычница. Дочь была одержимой. Дьявол мучил. И она начала кричать. Помилуй меня. Не дочь. Меня, Иисус помилуй. Меня нужда. Дочь моя. В тяжелом таком положении. Она сказала, нету выхода. Ни врачей никто не смог бы это сделать. Она кричала к Нему. Казалось бы, Христос шел и не обращал внимания ученики. Христос, да, кричит. Отпусти ее. И он доброводник. Нехорошо взять хлеб у детей и бросит псам. Она говорит, так, Господи. Пусть будет так. Но и псы питаются крохами, которые падают со стола Господ. Вот эта важность была. В Израиле вот такая вера, которую я не находил. И Бог явил свою милость. Скажите, сколько сегодня боли в отцов и матерей в наших домах? Сколько боли в этом мире? Казалось бы, безвыходность. Дорогие мои, только в молитве мы будем идти к нашему Богу. Есть крики радости. Израиль сделал золотого тельца Моисея на горе там. Общение с Богом. Бог ему открывает. Израиль развратился, золотой телец стоит. А Иисус Навин говорит, слушай, крик. Слышу, встанье опускается. А Моисей говорит, он знал, это крик, говорит, не пораженных. Это совершенно не военное положение. Это крик играющих. Они так плясали. Они так кричали, поклонялись, приносили жертву перед истуканом. Там тоже был крик. Они кричали. Многие места в Священном Писании говорят, что люди кричали, обращались, а Бог не отвечал для них уже тогда. Потому что тот крик, который приятный для Бога, он не гнушается этим, он обращает на это внимание. Это возвышение голоса. Когда они взывают к Отцу Небесному, это очень хорошо. Братья мои, сестры, я возвращаюсь к этой притче «Десяти девок». Что она говорит? Пять мудрых, пять неразумных. Скажите, кого вы считаете на ответ на эту притч, что много толкования, много объяснений, у вас есть свои познания, о чем она говорит? Кто может сегодня сказать «Я мудрый», а кто может сказать «Я неразумный». Если на мудрость спрашивали брата Баптиста, спрашивают «Скажите, кто мудрый, кто неразумный по этой притчте?» Ответ последовал «Мы мудрые, а пятьдесятники неразумные». Спрашивали пятьдесятников, кто мудрый, пятьдесятники говорили «Мы мудрые», назвали других неразумные. Куда пришло изменение, спрашивали харизматов, «Что такие мудрые, а кто такие неразумные?» Они говорят «Что мы разумные». А вот другие писятники, они говорят, они и так не славлят Бога, как мы можем славить. Разное объяснение, братья и сестры, а как вы думаете по этому поводу? Но для меня не очень важно, вы дайте сами себе ответ. Достаточно, что эта притчта говорит о том и того Христоса, что будет так, будет так. Уснули все и мудрые, и неразумные. И не мудрые, не имея значения. Все уснули. Но раздался крик в полночь, братьям и сестрам, мир сегодня погрязает в тьме греха сегодня, этого беззакония. Я иду к тому, что мы должны сегодня думать, мыслить и говорить. В полночь раздался крик. Этот крик разбудит многих. Он подымет. Нам Павел говорит в Ефесе нам в первом послании, Павел в первом послании Коринфянам, 15 главой, он порвала пригласие Архангела, трубы Божьей. Это будет возглас совершенно другого характера. Это будет то, что прозвучит труба. Это услышат и мертвые этот голос, и живые услышат, они изменятся в обновлении ока. Мертвые воскреснут прежде. Это будет время, когда все услышат. Дорогой друг, как ты готовишься к тому дню, или он застанет этот крик, выходите навстречу ему, а тебе нужно поправить, а масла нету. Слова Божья, веры нету. Только через Слово Божье мы можем запасаться маслом, благонатию Божьей, Духом Святым. Как сегодня в наших церквях мы не молимся, не исполняемся Духом Святым. Тишина! Нам нужно кричать от боли и переживаний. Библия говорит, между притвором и жертвенником доплачут священники. Она говорит, плачьте, рыдайте о своем состоянии. Мы читаем 58-ю главу. Взывай громко, не удерживайся, возвесь голос в подобном трубе. Это для пророка. Нам нужно сегодня попиять, братья и сестры, о нашем состоянии. Мы идем к молитве, чтобы молиться пред нашим Богом. Я знаю, у вас есть боли и переживания. Вы не можете сказать кому-то, вы можете только сказать Богу. Я знаю, что многие были в армии. Братья не переживали. Там все на крики. Стоять, смирно, налево, направо. Не тула. Там, зачем кричать? Там приказы. Как мы сегодня перед Богом. Я скажу, что уединенная молитва была в жизни, когда чувствуешь, куда дьявол приступает, куда он может хребетать на тебя, говорить тебе, ты не спасен, нету надежды, показать тебе безвыходную стену, многие сегодня заканчивают жизнь самоубийством, приходит депрессия, в слове нету этого, разочарование, дьявол шепчет, дьявол тоже может говорить. Пример, Павел, 16 глава Деяния святых апостолов. Павел идет, а за ним идет одна женщина говорит и хорошие слова говорила. Они не могли увидеть это. И много дней так повторялось, а Павел видел эту проблему, это дьявол был. Она приносила доход, господа, для их безразлична была судьба этой женщины, они доход имели. А Павел вознегодовал, он остановился и запретил этому духу. Это дьявол кричал, и он вышел из нее, она не могла ни прорицать, больше ничего не говорить, хотя добрые слова говорили. Есть люди, которые думают, что может дьявола можно взять криком, или возвышенным голосом. Как-то кричали, и говорили, во имя, говорили туполи, кричали, выйди так дальше, а дьявол заговорил. Не кричи, я не глухой. Он может говорить, это правда. Братья и сестры, как сегодня в тебя. Мы читаем уже те священные описания евреям, 5 глава, 7 стих. Он в одни скорби с сильным воплем и со слезами принес молитвы, моления тому, кто мог спасти Его смерти. И написано, это в Иисусе Христе и был услышан за свое благоговение. Вот это так молился Христос. Если Христос молился, в одном тихте священного Писания Он заплакал об Иерусалиме, прослезился, с Лазарем история, ему было жаль этого. Дорогие мои братья и сестры, как Бог сегодня смотрит на твое и мое сердце. Мы идем к молитве, там есть боли и переживания. Скажем нашему Богу, провозгласим Его, когда были трудности. Давид многих в псалмах говорил, как трудно было ему в жизни. Переживания, скорби приходили, и он не знал, как избавиться. Но я хочу сказать рецепт, если не пройду, Ефесянам 4.31, хочу сказать, для мужей, если кричали, кричим в другой раз от безвыходности, правда? Если кричим на жену, нехорошо. Если жена кричит на мужа, нехорошо. Повышает голос, ей людей не устраивает. Позиция, неправильно, что-то не так сказали. Когда дети кричат, недопустимо. Нужно покаяние сказать, перед Богом можете, Господи, прости и помилуй. И рецепт, который говорит в Священном Писании, Ефесянам, 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречи со всякою злобою, да будут удалены от вас». Рецепт следующий, 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Дети маленькие замечания, мама или папа сделали. Сынок, не едь, не делай этого. Я не хочу слушать вас. Я не хочу слушать тебя. Знаете, что вы обручаете Бога? Да, есть крики, куда наказывают дети своих родителей. И даже в прыжках написано, не ошибаюсь, и не глушаясь криком их. Бывает, люди не так больно ударят, как сильно кричат. Родители это знают. Дети тоже переживали. Разные ситуации. Но мы идем к молитве, братья и сестры. Бог знает сегодня в этом собрании твою боль за детей, за дочерей, за сыновей, которые упали, которые не служат Богу. И вопль вырывается к Богу. Я хочу, чтобы в этой молитве мне превосходили и сказали, Господь, были трудности, когда дьявол стоит и клевещет. И было время, я служил в армии, выехал так, правда, не кто там, я кричал, Господь, помилуй, помоги мне. Очень тяжело. И приходит уверенность, Бог наполнил мое сердце и говорил, дьявол, ты проиграл 2000 лет тому назад на христе Голгофы. Иисус Христос победил тебя кровью Своей славой и благодарения. Аллилуйя Ему. И пришел мир в мое сердце, пришла победа. Кровь Иисуса Христа, сильнейшее оружие. Скажи сегодня, провозгласие, дьявол обвиняет тебя, ты не можешь подняться. Скажи, как говорили мужа веры, хоть я упал, но встану, пойду к Отцу моему и скажу ему. Не достоин называться Сыном, он услышит молитву твою. Ты можешь быть сегодня свободным человеком выйти с этого собрания. Скажи ему, не стесняйся ни слез, ни боли, ни стону, ни вопли сегодня. Я хотел бы, там, где в Доме Божьем родильном, там всегда крики, рождаются дети. Там есть покаяние. Аллилуйя Ему. Я знаю, что придет время, на небе там нету покоя, там не тишина. Возможно, нас нужно будет Богу поддержать вне вечности, чтобы мы сориентировались, что там делается, и там вошли туда. Там ни днем, ни ночью не имеет покоя, иногда свят, свят, Господь Бог, Вседержитель, Которому принадлежит слава во веки веков, слава и благодарение. Аллилуйя Ему. Я на острове паспусе, когда увидел Его в славе, в красоте, когда ангел трубил, когда он ему открывал истины, он там радовался, потому что было присутствие Божье. Куда приходит Дух Святой, куда изменяет твою жизнь, я не слышу, я не смущаюсь, может кто-то думает, слышит твою молитву, ты говори Богу, не слышишь, что рядом стоит стоящий, но кричи сегодня, если ты нуждаешься в прошении, в мире благословении, отец и мать, боль твою знает Бог, это боль души. Но будет очень опасно, когда раздается крик, вот жених идет, а ты не готов его встречать, сегодня нужно плакать, кричать, вопиять к Богу, если молился Сын Божий, и в этой молитве давайте провозгласим имя нашего Господа, скажем Ему наши желания, чтобы Его присутствие благодати наполнило наше сердце. Молимся. Аминь.